Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 июня и вот вчера я сняла первый видеоролик. То есть со вчерашнего дня я начала снимать серию видеороликов о фитофторе. Потому что все чаще и чаще приходят вопросы о фитофторе, особенно у владельцев теплиц. И я разделила всю эту огромную тему на несколько, 8 или 9 буду видеороликов снимать. Сейчас сразу объясню, зачем я их разбила на короткие видеоролики. Для вашего удобства, потому что смотрите, вот сегодня я снимаю видеоролик, сейчас буду снимать фитофтора, симптомы заболевания, как узнать, что у вас появилась фитофтора. Но кому-то, кто уже несколько лет, например, кто уже знает и у кого была фитофтора, может быть этот видеоролик, эта тема не нужен. И он через него перешагнет и будет смотреть только методы борьбы, например. А кому-то нужно узнать и о симптомах. Некоторые огородники, особенно начинающие, они не знают, как выглядит фитофтора, как узнать, что это именно это заболевание и вообще, что это такое. Вот сейчас я как раз сегодня работаю в теплице, очередное делала обрезку, все, и я вам расскажу, но, к сожалению, вот на примере не могу показать, я и в прошлом году не могла показать, и в этом году не могла показать, что такое фитофтора, вот эти пятна на листьях. Не знаю, к сожалению или к счастью, может быть, ближе к осени, попозже будет какой-нибудь экземпляр. Но нет у меня фитофтора и в прошлом году не было. И я хочу, чтобы вы каждый добились вот такого же положения, чтобы у вас не было фитофтора и чтобы вы даже не могли ни одного листа найти с пятном. Но сейчас расскажу теоретически, что такое фитофтора, а вы, если захотите, на картинке в интернете посмотрите, как выглядит лист. Вообще фитофтороз, он называется еще бурая гниль томатов, потому что на плодах черные пятна возникают. Ну, конечно, не надо ждать, когда возникнут черные пятна, нужно еще в фазе на листьях, когда пятна возникают, ее предотвратить. Это одно из наиболее таких коварных, опасных заболеваний. Это бич огородников может поразить и картошку, и баклажаны, и томаты, но больше всего лакомый кусочек для фитофторы, это, конечно, томаты. Особенно в теплице, где они вот так вот вынуждены ютиться в таком тесном помещении, закрыты во влажном, в жарком. Тут идеальная вот такая обстановка для появления фитофторы. Поэтому в теплицах она появляется намного раньше. Но он причиняет ущерб и в открытом грунте, и в теплицах. Если вы думаете, что это заболевание только тепличное, нет, вы ошибаетесь, в открытом грунте тоже. Я потом расскажу, кто в группу риска входит, когда дождливая сырая погода, когда туман и росы, прекрасно появляется там фитофтора. Как узнать, что появилась фитофтора? Я вот мне три назад снимала видео, что при каждом поливе и при каждой обрезке, посынковании вот нужно осматривать листья. И это самый верный способ, лучше еще никто не придумал, им не пользовались этим способом и, наверное, сто лет назад и сейчас. Обрезая листья, обязательно смотрите тыльную сторону листа. Если у вас она вот такая здоровая, хорошая... Я сейчас даже оторву специально другой лист, этот уже завял. Просто я уже вынесла, который обрезала. Если у вас листик вот такой вот чистый, зеленый, здоровый, его видно сразу. Когда появляется фитофтора, на листике вот здесь вот появляется такое, ну как, бурое пятно, как похоже на такая, как плесень, как немножко лохматенькое что-то так. Ну, я не могу даже описать. Ну, короче, появилось пятно, его сразу видно, сразу видно, что это заболевание. Оно такое, бурое, как беловатый налет, ну, как будто бы вот эта часть заплесневела у листика. Это уже точно фитофтора, потому что один-два раза, когда вы ее увидите, вы ее ни с чем уже не спутаете. Дальше, больше, вот первые, самые первые появляются признаки на нижних листьях. Именно поэтому, помните, я говорила, что нижние листья мы обрезаем, особенно которые земли касаются, чтобы там, которые на влажном грунте лежат, их надо убирать, чтобы фитофтора не появилась, не залезла на томат. Дальше, с этого нижнего листа, если вы вовремя его не обрежете, она будет распространяться на ствол. На стволе будут такие полоски, но тоже вы увидите, видно, или ствол вот такой чистенький, зелененький, вот он он, зелененький, лохматенький, такой красивенький, или будут такие темные полоски на нем, и вот, как опытный огородник сразу видит, что это что-то постороннее, какое-то вмешательство, что-то такое. Потом, уже если вы запустите дальше, ничего лечения не предпримите, со ствола он переползет на зеленую зависть. Вот на зеленых плодах будет видно очень хорошо, вот видите, томатики все чистенькие, и такие, как загляденьица, а то на них появятся темные пятна. Темные пятна появятся, но тут уже даже неопытный огородник поймет. Томат заболел, пришла фитофтора. Фитофтора это вот такое грибное заболевание, но вы не удивляйтесь, где-то в печатных изданиях пишется грибковое заболевание, где-то пишется грибное заболевание, это одно и то же. Это грибное заболевание, или грибковое, хоть как, оно распространяется очень быстро, и если вовремя его не прижечь эти грибки, не обработать такими жесткими фунгицидами, то будет очень плохо. Распространяется оно весь период вегетации, конечно, чаще всего осенью, или во второй половине лета, но вот в теплицах, как я вам уже говорила, оно может быть и сейчас, в июне, если здесь создадите прекрасные условия. Вот поэтому сейчас все переходят на капельный полив, чтобы вот эта вся, видите, вот у меня дорожка сухая, мокрая только здесь. Чтобы не разводить сырость, сейчас все люди стараются перейти на капельный полив. Вот видите у меня как. Поэтому все это делаем только для того, чтобы не было прекрасных условий для возникновения фитофторы. Ну и, конечно, если вы провороните, вот эти на листьях не увидели, на стебле не увидели, уже увидели, когда уже плоды будут поражены, тогда, конечно, будет и урожай маленький, и плоды половину вы выбросите, кушать вот эти черные плоды нельзя, это значит 50% или 70% вы выбросите, и даже они на переработку-то непригодны. Все, короче, это будет очень плохо. Поэтому вот этот видеоролик я заканчиваю. Симптомы заболевания мы самые главные, как я обозначила. Проверяйте нижнюю сторону листа, нижних особенно листьев. Те, которые обрезаете, обязательно осматривайте, не дай бог там пятнышки попадутся. Потом могут быть на стволе уже полосы, и потом самое последнее, когда уже в совсем запущенном виде, тогда оно переметнется на плоды. Но я вам хочу сказать, что в тех районах, где фитофтора частый гость, вот эти вспышки фитофтора, мне в том году писали, что буквально за 3-4 дня в течение недели все томаты сгорают от фитофторы. Только человек увидел, например, первый плод попался ему, темный, вот такой, ну пораженный фитофторой, если нет сразу лекарственных средств, никаких препаратов, пока они съездили, пока они купили, пока они решили обработать, и уже поздно, все листья черные, скрючиваются, сгорают стебли, тоже вот в этом, где черные, они начинаются отмирания стеблей, томаты уже больше не развиваются, не наливаются. Ну, короче, посмотрите, в интернате картинки, видео ужасные и фото ужасные, когда фитофтора в разгаре. Не будем этого запускать. Вот это второй выпуск, третий выпуск, будем уже начинать, переходить к практическим советам. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это о самом грозном заболевании, о самом страшном заболевании томатов, фитофторе. Редактор субтитров А.Семкин